Всем привет! Сегодня у нас история от моей подписчицы. Давайте я сразу приступлю, зачитаю ее и потом немножко ее разберем. Здравствуйте! Уже сколько лет смотрю ваши видео, еще даже до того, как познакомилась с будущим мужем-турком. Но никогда не думала, что буду писать вам письмо и просто просить вашего совета и подписчиков. Я с мужем познакомилась в интернете в 17-м году, разница у нас один год. Мне 25, ему 26. Переписка длилась недолго, он сразу пригласил меня с ним на отдых в Анталию. Через неделю мы приехали к его родителям знакомиться. Мама сначала была против, но потом смирилась. В целом его семья очень хорошо ко мне относится. Как это на тот момент он работал в другой стране и на тот момент зарабатывал немного, он просил меня подождать, когда он заработает достаточно денег, чтобы он смог забрать меня к себе. Прошло два года, мы встречались каждые 3-4 месяца. Летом отпуска проводили вместе. Он каждый месяц отсылал мне деньги на покушать, погулять, одеться, хотя я работала. Ему было не жалко, прилетал ко мне все, обещал, обещал, что будем жить вместе, ничего не менялось. Я устала, заблокировала его везде и сказала, что хватит пудрить мне мозги. Прошел еще месяц, он сказал, чтобы я прилетела к нему в Стамбул. Я уже ни на что не надеялась, просто устала на работе и думаю, а прилечу на пару дней для смены картинки. Но так получилось, что мы стали жить вместе. Он иногда улетал в другую страну на работу на пару недель, максимум месяц. А обратно ко мне, прошло так 5 месяцев, мама ему сказала, что это вы так живете, или назначайте дату свадьбы, или расходитесь. А то АИ, его двоюродный брат, с которым они вместе работают, старше на 15 лет, тоже настоял на свадьбе. Можно сказать, чуть не вместо моего мужа мне предложение сделал. Я мужу об этом говорила, что на тебя надавили, поэтому ты женился. Он отрицал. Пришло время свадьбы, у нас была свадьба шикарная. Я такой даже не мечтать не могла, в денег муж отвалил немеренно. Было все. Немного про наши отношения. Я до этого момента ниже просто благодарила Бога каждый день. Не могла поверить, как мне повезло с мужем. До этого у меня были отношения 2 года, но бывший парень мне изменил и был жлобом. Еще тем, не дай Бог, лишнюю копейку на меня потратить, поэтому и разошлись. Когда мы стали с мужем жить вместе, у меня было такое чувство, как будто я умерла и попала в рай. Муж мне ни в чем не отказывает. Дорогих украшениях, шоппинг, поездки за границу, дорогих в магазинах, ресторанах. Моей семье помогает, причем не маленькие деньги. Меня, можно сказать, на руках носит. Каждый день готовит, говорит, как меня любит, не представляет жизни без меня. Но недавно у меня сработала чуйка, и мне приснился сон один и тот же. Я посмотрела сонник, и там было значение, что берегитесь соперницу. К слову, мне часто снятся вещи и сны. С бывшим парнем мне тоже приснился его пароль от телефона, что я сильно плакала. И так и получилось, пароль подошел, и мы расстались. То есть она в реальной жизни потом после сна пароль проверила, и он подошел, и она кое-что узнала там в телефоне. Тут получилось так, что мой муж уехал в командировку, дома остался его старый телефон, я его зарядила, а там просто жесть. Была ситуация, я уезжала домой на пару недель. Он меня 3-го числа утром провожал, плакал вместе со мной, что я уезжаю. А вечером уже другой барышне предлагал в инстаграме встретиться на кофе, потому когда уже он был в другом городе, другой девушке писал, что видел ее в клубе и предлагал встретиться еще разок. К слову, в этот город я должна была приехать через пару дней. Зачем это делать? Получается, он мне все время врал. Там еще много различных переписок было разного характера, просто познакомиться и сексуального характера. Но в основном девушки ему не отвечали, что было что-то или нет с кем-то, то есть это 50 на 50. Также на его почте я обнаружила, что он сидит на разных секс-чатах, общается по видео с девушками. Еще у него на другой странице была девушка, и на основной у него спрашивала, кто это. Он сказал, что это давно было, просто проститутка какая-то, но тут я открыла переписку, и он ей писал недавно, что за ней соскучился, как раз когда я была дома, а он один в Стамбуле оставался. Когда я ему это все предъявила, он сразу же прилетел с другой стороны на первом рейсе, сказал, что больше такого никогда не будет, и что он не знает, почему это писал. Сказал, что скучно ему просто было, умолял меня, чтобы я его не бросала. Мы собираемся покупать квартиру, он сказал, что эту квартиру на меня оформит. На коленях ползал, плакал, говорил, что ничего у него ни с кем не было, ни с кем он не встречается, отбрехивался как мог в общем. К слову, если мы не вместе, он в командировке, то мы чуть ли не каждые полчаса на связи, вечером на телефоне, утром. Нам всегда есть о чем поговорить, попереписываться, я не знаю, что мне делать. Не знаю, почему так до свадьбы, в принципе, я ничего такого не замечала, хоть и систематически проверяла телефон, а может просто плохо смотрела. Но как так, мы же только поженились, не прошло и полгода. На меня многие мужчины обращают внимание, инстаграм завален сообщениями, но у меня даже мысли не было, чтобы с кем-то встретиться, когда муж по две недели в командировке. Я не знаю, что делать. Домой мне возвращаться некуда, с родителями у меня наладились отношения только на расстоянии. Я со школы начала работать, оплачивать себе университет. Мне никогда никто из родных и копейки не давал. Я в 11 классе уже сама платила за коммуналку в квартире, где живет моя семья. У меня мирной семьи никогда не было, всегда скандалы, упреки, обзывания. Но закрыв глаза на измены, я тоже не могу. Я просто себя съем изнутри. Я себя люблю, и я у себя одна. Наверное, если бы была крыша над головой, куда вернуться, я бы без раздумий ушла. Я думала пойти на работу здесь, в Турцию, но муж категорически против. Я ему помогаю по бизнесу, можно сказать, практически работаем вместе. У нас общий бюджет, но по сути у меня за душой ничего нет. Что мне делать, как мне быть? Пожалуйста, посоветуйте, у меня уже настолько все в голове перемешалось. Я мужа простила, но в душе у меня просто дыра. У меня такое чувство, что я уже не смогу с ним нормально жить. И доверять на 100%. Оставлять одного мне самой не в кайф. Его контролировать, ловить на чем-то. Он сказал, что без меня никуда больше уезжать никогда не будет. Я уже не няня ему, я тоже не за личное пространство. И хорошо, если сейчас он будет изменять. Но через год, через два ему опять станет скучно. Посоветуйте, как быть, как поступить на моем месте. Тут вообще очень много... Если бы я однозначно могла рубить с плеча, если бы ты не написала о своей семье, я бы сказала, да, конечно, уходи, возвращайся к родителям, тебе оно не надо, надежды в этом человеке нет. У тебя еще есть время развестись и найти того, кому ты будешь 100% доверять. Тут уже, в принципе, когда нет такого доверия, не за что держаться. То есть это будет проблематичное отношение. Но я тут с этой историей с плеча рубить не буду. Надо немножко... Во-первых, я бы посоветовала вам пойти к семейному психологу вдвоем на прием. Ну, я не знаю, как вам его найти, наверное, на английском языке, чтобы психолог разговаривал. Потому что ты, я думаю, еще турецкий нехорошо знаешь. И как бы, чтобы между вами коннект был. Если на турецком говоришь, идите к турецкому семейному психологу. Ну, адресов у меня, к сожалению, нет. Девочки, я тут особо ничего с психологами не общаюсь. Тут их очень большой выбор, даже в том же Стамбуле. Так что Google вам в помощь. Отзывы смотрите. Во-первых, надо разобраться вот этого недоверия вас в отношениях. Я тебе скажу, почему ты за него держишься, почему ты его все-таки простила, а в душе дыра. У тебя в порядке все с самооценкой, но у тебя трудное детство. С родителями тебя не любили, недолюбливали, и ты, скажем так, зациклена в какой-то степени. Для тебя важна финансовая составляющая. Если на тебя тратят деньги, ты очень-то много в письме уделила, фактически одну треть. Ты считаешь, что если на тебя тратят деньги, значит, это равно любовь. Тебя любят. Это не то, что ты какая-то меркантильная, падкая на бабки или еще что-то. Это то, что ты видела с детства. Тебя не вкладывали, не любили, не обнимали, не целовали, денег тебе не давали. Ты сама сказала, я с самого раннего детства работала, в 11 классе я платила за коммуналку, за родителей, меня только обзывали, шпыняли родители, то есть благодарности никакой не было. Поэтому ты так держишься за него, за этого мужчину, потому что у тебя финансы равно любовь. Для тебя эти два понятия. Знаешь, я вот иногда в видео рассказываю, да, бьет, значит, любит. То есть любовь через боль, через страдания, у кого-то такое идет, да. У тебя любовь через деньги. И это не в плане ты меркантильная или плохая. Просто это эквивалент любви, которой у тебя в детстве не было, от твоих родителей. Если бы тебя окружали, скажем так, ну в чем-то покупали, что ты хотела. Было нормальное финансовое положение в твоей семье, как я понимаю, оно было не таким. То у тебя бы не пришлось бы тебе рано идти работать, пахать ради семьи, ради этой же коммуналки в 11 классе. И вот это предательство какой-то родителей, нелюбовь их. И для тебя поэтому, если на тебя тратят деньги финансово как-то ублажает мужчина, то это показывает его заботу и все прочее, его любовь. Это неправильные понятия. Тебе надо с этим, конечно, с психологом разобраться на будущее. Поэтому просто не ровен час, ты будешь находить, например, другого мужа, если найдешь. И, скажем так, он будет финансово тебя содержать, ты будешь хорошо, дорого жить, но он тебя будет унижать, при этом оскорблять, как-то унижать твое достоинство, топтать. В общем, тебе от этого хуже будет. Не все золото, что блестит. Может быть хуже отношения. Это еще такой лайтовый вариант ты нашла для себя. В плане твоего мужа, ну, возможно, да, он действительно ни с кем там еще не успел ничего, потому что, говоришь, ему никто не отвечал и все прочее, но он был в поисках, в поисках предательства. Первое, главный фактор, это то, что его в какой-то степени надавили, ты права заставили жениться, чего он не планировал, он тебя, может быть, как бы любит, да, это ему приятно. Но у него какие-то есть проблемы, однозначно, в сексуальном плане, его эго, ему хочется количеством добирать. Может быть, он не нагулялся, тоже возможно. Его эго прет, он поднимает в себе самооценку вот этими флиртами общения и не просто самооценку, как внимание от женщин, именно сексуального характера. Потому что, говорит, что он сидит в чатах для секса, он предлагает именно его проблемы, он хочет контакта. Возможно, такие, кстати, вы имейте в виду, мужчины не доводят до конца, контакта не будет. Но сам ответ женщины, свидание, возможно, может уйти с этого свидания, оно ничем не закончится. Хотя изначально предполагалось, что он что-то ей обещал. Само охумутание женщины ради сексуального контакта. Он этим поднимает свое эго, свою самооценку, ему это нужно для утверждения. Хотя, может быть, в половой жизни с тобой у него все, в принципе, нормально, никаких проблем нет. Нет, ему это не нужно, он хочет завоевывать и добиваться других женщин, и не факт, что он с ними будет спать. Сам процесс ему нужен для поднятия своей самооценки. Ну, это проблема, ему к сексологу нужно идти однозначно. Ты его заставить тоже пойти туда не можешь, скорее всего, он еще никакую проблему тоже в этом не видит. Это у многих мужчин бывает, просто некоторые говорят, ой, кобель нагуляется, вот эти вот все проблемы. Женщины-то к этому относятся, терпят, живут, то есть это вообще долгая история. К этому можно по-разному относиться. По поводу, я его простила, ты не простила, если у тебя внутри дыра, ты не простила. Дыра это тот гнойник, который тебя будет внутри сейчас гнить, страдать ты будешь, нормально, ты к этому никогда не сможешь относиться. Это предательство, потому что у тебя самооценка, несмотря на твое тяжелое детство и юношество, у тебя самооценка все в порядке, ты себе знаешь цену. Как себя вести в будущем? Я считаю так, что если ты его пока что не поймала в кровати с кем-то, не было там в переписках чего-то такого конкретно фактов, можно пока что попробовать с психологом как-то вам найти доверие в отношениях, это проработать, найти. Если вы действительно друг друга любите, у вас это получится, кстати, сделать. Я еще хочу отметить, что я всегда проверяла его телефон, трата-та ничего не было, вот старый подзарядила и все узнала. Твое изначально недоверие к мужчинам, имей в виду, всегда проверка телефонов, обезопасить себя, мужчины априори обманывают и все вот это прочее, все оттуда идет. Имей в виду, что у тебя в принципе базовое недоверие к мужчинам есть, это тоже в твое детство, к твоему папе, возможно, отношениям, ну и к твоему бывшему паре. Ну, короче, ты мужчин таких находишь, которых надо проверять, вот так скажу, есть такая история. Поэтому ты выпроверяла, у тебя изначально базовое недоверие не только к мужу, а вообще к мужикам в принципе идет. Это тоже к психологу все идет, история вся туда. Далее, по поводу ваших конкретных отношений, если ты так держишься за финансовую часть и тебе некуда возвращаться реально, то я тебе так скажу. Вот этот весь компромат, который ты нашла, который ты сейчас можешь находить и в будущем находишь на своего мужа, ты должна его заскринить, сохранить, в какой-то диск скинуть, в плане там карточку памяти и все прочее. Ты должна хранить, чтобы муж этого не знал. Все, что ты будешь находить, ты должна складывать и готовить. Для развода это твои доказательства развода и измены твоего мужа. Благодаря этому ты можешь усудить финансовую какую-то поддержку от него. В общем, короче, грамотно развестись, тебе помогут доказательства, ты их должна собирать. И мужу, естественно, об этом не говорить в порывах ссоре, у меня на тебя компроматик есть, вообще. Это может всплыть при разводе, молчи, наблюдай, оценивай ситуацию и этим не манипулируй. Складывай в котомочку свою, но об этом не говори. К психологу идете, либо ты идешь и сама с психологом начинаешь работать по поводу недоверия, вот этого всего отношения, в принципе, к своему мужу. Возможно, ты сможешь его простить, если он этого не повторит. То есть над этим надо работать и смотреть. Но ближайшее, вот собираешь компроматик, на всякий случай твоя подстилочка будет в плане финансов, возвращения домой и все такое прочее. По поводу квартиры, ну пусть записывает на тебя, раз обещает, таким образом извиняется за свое поведение. Второе, я ему помогаю в бизнесе. Пусть он тебя официально устраивает к себе на работу, либо делает тебе пенсионное отчисление, если ты не планируешь потом возвращаться домой, если ты разведешься, чтобы у тебя была пенсия, стаж у тебя шел здесь в стране, налоги пусть платят. То есть не просто так непонятно что помогаю, чтобы ты официально работала, и у тебя шли налоги и пенсионные отчисления. И посоветуй в ближайшее время, ну хотя бы год-полтора, пожалуйста, вот просто прислушайся, вот у меня, например, есть ребенок, я тебе скажу, не рожай пока что. Так как у вас нет доверия, шатковалка, непонятно что и как, лучше сейчас, вроде бы недавно вы поженились, подожди, дай время просто потом разводиться, дележки вот эти, если придется это делать. Если ты его где-то что-то подловишь, он будет ненадежным, это будет очень трудно сделать. И ребенок это привязка к мужчине, и момент манипуляции тобой, и разводиться будет трудно или уезжать. Так что я посоветую этого еще пока что не делать. Когда ты будешь в нем уверена, тогда ты можешь заниматься этим вопросом, где-то рождение и всего прочего. Девочки, напишите ваши комментарии, поддержите, дайте советы, как себя правильно повести в такой ситуации, особенно кто здесь живет в Турции, знаком с законами, правилами. Очень важно ваше мнение. Спасибо за внимание, всем пока.